Монастырь Святой Екатерины на горе Синай На третий месяц по исходе из Египта в Новолуние Моисей вывел свой народ к Синайской горе. У горы Синай они остановились на ночлег. На третий день при наступлении утра были громые молнии и густое облако над горою Синайскую, и трубный звук весьма сильный. Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне. И призвал Господь Моисея на вершину горы, и взошел Моисей, и сказал Господь ему. Так гласит Ветхий Завет. И то, что последовало за этим, послужило основанием христианской веры и стало частью мирового порядка. По легенде, Моисей получил от Бога десять заповедей. С тех пор гора Синай, гора Моисея, считается одним из святейших мест христианского мира. У подножия расположен монастырь Святой Екатерины, центр греко-православного вероисповедания, воздвигнутый в VI веке. Основанное 1400 лет назад, во время правления императора Юстиниана, в самом сердце Синайской пустыни, он сохранил свой характер. Монастырь Святой Екатерины с давних времен остается независимой республикой монахов. Без обязанностей как перед государством, так и перед институтами церкви. Место свободной веры, самоуправляющие собой и отвечающие только перед Богом. Построенный на высоте 1400 метров над уровнем моря, из квадров гранита, узкий, подобной крепости, устремленный к небесам. Сними обувь твою с ног твоих, сказал Господь Моисею, «Ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Перекресток между Азией и Африкой, Средиземным и Красным морями, Синай, 60 тысяч квадратных километров пустоты, звенящая жара, леденящий холод. И тем не менее величественное место девственной красоты. Одни лишь бедуины на протяжении тысячелетий обитают здесь и живут в тесном контакте с обитателями монастыря. Посреди моря пустыни – каменный остров, на протяжении веков проповедующий терпимость. Монастырь назван именем Святой Екатерины, как и гора неподалеку, на которой были найдены ее останки, покоящиеся сейчас в монастырской базилике. А монастырь Святой Екатерины был воздвигнут на месте неопалимой купины. Куст растет там и до сих пор, уходя корнями в землю под базиликой. Этот феномен – одна из мистических тайн Синая. В 330 году н.э. по приказу Елены, матери Константина Великого, здесь была воздвигнута часовня, ставшая затем частью общего архитектурного ансамбля базилики. Как прежде Моисею, Елене и Екатерине открылась священная сила этого места, вдохновившая их на распространение христианства. Екатерина была казнена в начале 4 века за преданность вере в единого Бога и была причислена к лику святых. Страстное желание приблизиться к Богу и оказаться вдали от Римской империи стало причиной стремления первохристиан к покою и миру Синая. Уже в 3 веке монахи-переселенцы осели в этом скудном краю. Только после того, как Константин Великий провозгласил христианство государственной религией, а Рим после смерти Екатерины обратился к новой вере, монастырь начал процветать и обрел свой нынешний облик. Строго и исполненной служением Богу жизни монахов святой Екатерины мало что изменилось. Они как были, так и остались в первую очередь служителями Господа. В 4 веке число монахов постоянно увеличивалось и достигло 200 человек. В последнее десятилетие обителью управляют лишь 20 братьев. Многие монахи-братства были выдающимися мыслителями, писателями, учеными, богословами и художниками. В монастыре святой Екатерины собрана самая большая в мире коллекция икон. Просияло лицо его, как солнце, одежда же его сделались белыми, как свет, писал Матфей, вдохновив тем самым на создание преображения Христа, мозаики, украшающие алтарь церкви. Созданная монахами обители, мозаика является одним из прекраснейших священных творений христианства. Иисус, сопровождаемый Моисеем и Ильей, в окружении своих 12 апостолов и 12 пророков. С самого начала монастырь святой Екатерины был местом убежища и паломничества. Уже в IV веке сюда приходили странники из дальних краев, чтобы укрепиться в своей вере. Монахи отстаивали православную веру также среди других конфессий и отстаивают до сих пор. Так монастырь здесь олицетворяет незыблемость веры, всецело преданной христианству и почитающей Иисуса Христа. Монастырь представляет собой бастион, оснащенный для защиты от нападений воинствующих племен и прочих захватчиков, а также для защиты от сомнений в вере. Когда в VII веке на практически полностью христианском Синае стремительно распространился ислам, монахи попросили помощи у Мохаммеда. Тот в своем письме заверил, что они останутся неприкосновенными. Арабские халифы, турецкие султаны и даже армия Наполеона не затрагивали мир и покой обители. Она никогда не разрушалась, не подвергалась нападениям, сохранив таким образом свою автономию. Напротив, все стремились взять монастырь Святой Екатерины под свое покровительство. От монархов разных стран до президентов нашего времени. Колокола башни Базилики – дар русского царя. Их перезвон отдает цехам в башне-мечети, построенной на территории монастыря в знак уважения к Мохаммеду и символ примирения. Терпимость в отношении различных вероисповеданий существует здесь с самого основания, превращая тем самым монастырь в памятник свободы веры – обитель мудрости. Об этом свидетельствует также и библиотека. Около пяти тысяч рукописей и ранних книгопечатных изданий хранятся в одном из богатейших собраний мира. Наряду с Ватиканом оно считается самым полным собранием христианской духовной литературы. Раньше во владении библиотеки находилась древнейшая Библия – Синайский кодекс. В XIX веке ее отдали для исследовательских целей русскому царю, а затем она была подарена. В 1933 году Сталин продал драгоценный документ британскому музею за неслыханную на тот момент сумму в 100 тысяч фунтов стерлингов. Сегодня самая ценная книга библиотеки – Сирийский кодекс, рукописная Библия Пятого века. Столь же древняя, как сам монастырь, библиотека и по сей день является местом духовного общения и дискуссий. Задаваясь постоянными вопросами и переосмысливая истоки веры и ее актуальность, она остается источником опоры в смутные времена. На протяжении 1400 лет монастырь святой Екатерины служит вере. Каждый день монахи собираются на общее богослужение, помогая каждому ищущему обрести силу веры и стремление к ней. Каждую ночь караваны паломников из Европы, Азии, Африки и Америки отправляются в путь, чтобы взойти на священную гору Моисея. А живущие здесь незапамятных времен бедуины помогают им, что демонстрирует нам сплочение народов различных культур и вероисповеданий. КОНЕЦ Монастырь Святой Екатерины у подножия горы Моисея – место, где соприкасаются небо и земля. Режиссер Хорст Бранденбург, оператор Томас Вебер. Фильм озвучен фирмой СВ Дубль по заказу ГТРК Культура.